Как раскрутить бесплатно свой телеграм-канал с помощью четырёх способов. Привет, меня зовут Макс Бондаренко и в данном видосе мы разберём с собой несколько способов, а точнее четыре, как же раскрутить свой телеграм-канал, как набрать подписчиков в свой телеграм-канал совершенно бесплатно. Если ты хочешь увидеть в этом видосе какую-то очередную кривую схему, где мы там чего-то там накрутим, откуда непонятно откуда, то сразу закрывай это видео, это видео точно не для тебя. Да, все эти четыре способа будут требовать от тебя внимания, времени, сил, но они, конечно же, будут бесплатные, как я уже и сказал. Но вы уже должны прекрасно понимать, что бесплатно сыр только в мышеловке, и именно поэтому вы будете затрачивать и силы, и время на то, чтобы раскрутить свой телеграм-канал и набрать нужное количество подписчиков. Эти способы бесплатные, но они всё равно могут позволить набрать 20-30 тысяч первых подписчиков в телеграм-канал, и они на самом деле рабочие. Итак, приступим к первому способу, о котором я хотел вам рассказать. Мы будем делать раскрутку телеграм-канала за счёт рекомендательных систем других социальных сетей. И это сети будут TikTok, YouTube, Яндекс.Дзен. Что в первую очередь нужно сделать? Конечно же, зарегистрироваться в каждой из этих социальных сетей. На YouTube нужно завести свой YouTube-канал, в ВК нужно зарегистрировать свой аккаунт, соответственно, в Яндекс.Дзене тоже нужно будет завести свой канал, ну и в TikTok, понятно, тоже просто аккаунт. Мы эти аккаунты оформляем, и в описании, где это возможно, конечно же, выставляем ссылочку на наш телеграм-канал, тоже заранее созданный. Второе, что нужно сделать, это, конечно же, начать снимать именно короткие видео. В TikTok, ну понятно, короткие видео, это 15-30 секунд будет достаточно. На YouTube мы снимаем, конечно же, шортс до 30 секунд, ВК-клипы до 30 секунд, и на Яндекс.Дзене там есть тоже ролики, до 30 секунд этого будет достаточно. Видео снимайте только по своей тематике, никуда не надо лезть и снимать чего-то левого. Конечно же, видео должны быть полезны, интересны вашей целевой аудитории. Именно в этом будет заключаться ваш вклад, ваш труд в эту работу. Третья фишечка, которую обязательно нужно сделать в каждом из видео в конце видоса, вам нужно текстом прописать название канала и, например, смотреть продолжение именно в Telegram-канале на эти темы. Поэтому, создавая контент, короткие видеоролики, вы должны человеку дать понять, что продолжение этого контента, интересного и полезного контента, будет в вашем Telegram-канале. Здесь уже на ваше усмотрение, какой это будет контент. Вы будете писать длинные тексты, какие-то интересные статьи в своем Telegram-канале, или вы будете выкладывать какие-то полноценные, полные видео на эти темы. Здесь уже решать вам в любом случае. Попробуйте и так, и так. Но самое главное, чтобы этот контент был уже в вашей телеге. Почему именно короткие видео в этих социальных сетях вам нужно выбирать? Потому что рекомендательная система, которая есть в TikTok, в YouTube Shorts, в ВК-клипах и Яндекс.Дзен роликах, она дает огромное количество, прям реально огромное количество просмотров на эти видосы. То есть очень большой охват. И за счет очень большого охвата вы можете получить достаточно большое количество переходов на ваш Telegram-канал или потом через поиск, когда человек будет искать ваш Telegram-канал по имени, он может перейти и подписаться. Соответственно, какая здесь должна быть фишка? Ваше название канала должно быть коротким, но очень легко запоминающимся, наверное, даже каким-то креативным. Чтобы тот человек, который увидел в клипах или в роликах, или в TikTok-ах, ваше название, он мог запомнить, оно ему упало в голову, он перешел в поиск в Telegram и нашел ваш канал и подписался. Таким образом, за 2-3 месяца можно набрать в свой Telegram-канал, его раскрутить до 20-30 тысяч подписчиков совершенно спокойно. Да, вам придется потрудиться, но это совершенно бесплатный способ, который используют. Но люди используют этот способ только, например, при связке TikTok со своим Telegram-каналом. А здесь у вас есть целых 4 площадки, которые вы можете использовать и набирать подписчиков в Telegram-канал, тем самым его раскручивая и потом уже продавать там рекламу. Что важно понимать, что с вашего Telegram-канала, конечно же, в любом случае всегда будет отписка, как и в других социальных сетях. Поэтому не нужно расстраиваться и не нужно бросать создавать контент в тех социальных сетях, вот эти короткие видосы по вашей тематике, для того, чтобы все-таки новая аудитория к вам постоянно приходила. Здесь вы убиваете двух зайцев сразу и кроме Telegram-канала, вы еще и получите целую сетку социальных сетей, на которой вы сможете легко подзаработать рекламные деньги. Таким образом, я сам поступаю, вы можете найти меня в любой социальной сети, в ТикТоке, на Ютубе, в Яндекс.Зене, в ВК-клипах, я есть везде. И я делаю абсолютно то же самое, вы можете найти меня, Максим Бондаренко, и сделать то же самое. Мой канал развивается достаточно динамично, он еще пока что небольшой, но в целом я использую этот способ и трафик я получаю совершенно бесплатно. И я ни одного поста не купил для своего Телеграм-канала, чтобы его раскрутить. Второй способ раскрутки Телеграм-каналов, я его тоже использую, он очень интересный, это написание статей для паблика ВКонтакте и написание статей на сайт ВИСИ.РУ. Я, например, пишу статью в ВК, выкладываю ее у себя в паблике, по своей тематике я ищу достаточно большие группы и в предложку закидываю им эту статью. Что это значит? Это значит, что люди заинтересованы в каком-то новом интересном контенте. Они читают мою статью и могут ее опубликовать от имени своего сообщества, но сама статья должна быть интересной, годной, дельной, полезной для аудитории этого паблика. Таким образом, совершенно бесплатно я могу получить трафик. Да, я думаю, что вы уже догадались, конечно же, ссылочку на свой Телеграм-канал в этой статье вы, конечно же, и размещаете. Когда эта статья будет опубликована, если она устроит этот паблик ВКонтакте, они ее опубликуют, то по ссылочке, которая будет в этой статье, люди смогут переходить в твой Телеграм-канал и на него подписаться. Это тоже бесплатный трафик. Таким образом, можно собрать достаточно большое количество трафика за раз. Примерно то же самое можно и делать с сайтом vc.ru. Вы заходите на этот сайт, регистрируетесь и пишете в отдельные отделы, скажем так, которые есть внутри этого сайта. Да, он подойдет далеко не всем, но зайдите обязательно, посмотрите. Вы в эти, скажем так, под тематике пишите какую-то тоже определенную статью, публикуете ее там и она начинает распространяться. Если она людям понравится, эти статьи набирают достаточно большие охваты в тысячи, даже сотни тысяч дочитываний и просмотров. То же самое. Вы в этой статье указываете ссылочку на свой Телеграм-канал и люди, читая и заинтересовываясь вашим контентом, будут переходить, подписываться в вашу Телегу. Таким образом, можно достаточно быстро раскрутить свой Телеграм-канал. Кому интересно, по ссылочке в описании к этому видео переходите. Там я выложу примеры статей, которые я выкладывал и в ВК пабликах, о котором я говорил ранее, и на VC.ru. Посмотрите, почитайте, что это за статьи и что-то по аналогу сможете сделать. Да и все. Welcome, жду вас там. Третий способ раскрутки Телеграм-канала это старый, но до сих пор, друзья, рабочий способ. Это взаимный пиар или так называемый в простонародье бартер. Но есть несколько нюансов, чтобы взаимный пиар или бартер он работал хорошо и эффективно. Первое, что вы должны делать, это обязательно искать Телеграм-каналы только по своей тематике. Никакие другие около непонятные темы вам не подойдут. Это будет вообще неэффективно от слова совсем. Ну, максимум вы можете взять какую-то смежную тематику, но вы со временем тоже все равно поймете, что это работает тоже не очень. Поэтому вы ищите Телеграм-каналы только по вашей нише. Если у вас, например, Телеграм-канал на тематику кулинарии, значит и ищите такие же каналы и договаривайтесь с ними о взаимном пиаре. Вторая интересная фишка, которую нужно использовать для того, чтобы раскрутить свой Телеграм-канал и взаимный пиар работал и эффективность взаимного пиара была высокой здесь очень важно понимать, каким образом взаимный пиар будет происходить. Это будет просто пост, который публикуется и у вас, и у того человека, и аудитория начинает переходить. Либо же можно сделать прямой совместный эфир. Я рекомендую делать прямые эфиры, чтобы аудитория в самом прямом эфире перетекала от вас к нему, от него к вам. Таким образом, вы можете получить достаточно теплую, очень хорошую, целевую аудиторию ваш Телеграм-канал. Постов тоже будет приходить трафик, но обычно такой трафик он более холодный и отписки гораздо выше. Поэтому лучше потратить время и получить более релевантную и нужную аудиторию для вашего проекта. Но посты тоже не игнорируйте, пробуйте. Пробуйте все всегда сами. Четвертый способ по раскрутке Телеграм-каналов и набора подписчиков Телеграм-каналов это, конечно же, анонсы в ваших социальных сетях о том, что у вас есть Телеграм-канал. Это вообще самый простой и самый быстрый способ. Конечно же, бесплатный по набору подписчиков, но здесь тоже есть небольшой нюанс. Каждая социальная сеть, которую вы не возьмете, она крайне не заинтересована в том, чтобы из этой социальной сети трафик уходил куда-то, на сайты или тем более в другие конкурирующие социальные сети. Для них это вау, просто кошмар. Например, если вы выкладываете пост на своей странице ВКонтакте и говорите о том, что у вас появился Телеграм-канал и переходите туда, подписывайтесь и выставляйте ссылку в этом посте на свой Телеграм-канал, то такой пост наберет очень маленький охват. Вот чтобы этого избежать, вы не ставите ссылку на свой Телеграм-канал, вы делаете анонс о том, что у вас появился Телеграм-канал, но в посте вы пишите название своего Телеграм-канала, о чем я уже говорил, что название должно быть коротким, чтобы люди сами могли найти ваш Телеграм-канал через поиск Телеграм и подписаться на вас там. Второй момент, который вы должны понимать, если вы просто так скажете в своих социальных сетях, что у меня есть телеграм-канал и приходите туда, подписывайтесь, я думаю, никто не подпишется. Поэтому вам нужно смотивировать людей перейти туда и подписаться. Это значит, что вы должны дать что-то интересное или дать какую-то скидку. Ну, например, подписчики моего телеграм-канала ежемесячно получают 15-процентную стабильную скидку на мои товары или услуги. И подписывайтесь на мой телеграм-канал от названия такое-то, такое-то. Или, например, если вы там занимаетесь какой-то тематикой похудения, только в своем телеграм-канале я делюсь интересными статьями о том, как похудеть за месяц на 10 килограмм. Переходите и подписывайтесь. Это должно быть либо какое-то решение проблемы, либо какая-то полезность, либо какая-то скидка. То есть, то, что смотивирует человека найти ваш телеграм-канал, на него подписаться и этим воспользоваться. Это не должен быть какой-то обман или какой-то развод, вы реально это даете. Это должна быть реальная полезность. Не усложняйте. Вот этот метод тоже работает хорошо. Ссылки вы в посты не ставите, пишите название и мотивируйте чем-то найти ваш канал и на него подписаться. Такой способ тоже совершенно бесплатный и он реально работает. Вы попробуйте и у вас это получится. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал iMASMM. Вот здесь я выведу название, подписывайтесь, там очень много годного про телеграм. Обязательно подписывайтесь на этот канал, пишите в комментариях к этому видео, что вам было бы интересно рассмотреть в следующих видосах про раскрутку телеграм-канала. Я обязательно учту и сниму видосы на эти темы. С вами был Макс Бондаренко, до новых встреч, друзья! Услышимся!